Она делает этого человека бедняком в судный день, говорит. Три голоса, говорит, есть любимые для Всевышнего Аллаха. Ябунайя, говорит, о сынок, ла якунан над дико, аки ясаминк. Петух, говорит, пускай не будет умнее тебя. Уважаемые братья, мы продолжаем цикл уроков Айюхал-Валад имама Газали, который он написал своему ученику. Ученик, который изучил много знаний и в конце попросил имама Газали коротко дай мне наставление, которые завтра мне в могиле пригодятся. И это листки, которые имам Газали, рахимахуллах, написал своему ученику. И мы дошли до момента, бисмиллахи рахмани рахим, Айюхал-Валад, говорит имам Газали, рахимахуллах, ла уканал-илмуль-мужарраду кафиян лак, если бы, говорит, просто изучение знания, изучение рильма, если было бы тебе достаточно, говорит, и если ты не нуждался бы в амале, в следовании за этими знаниями, если бы это было бы достаточно, говорит, то было бы, говорит, взов, взывание Всевышнего Аллаха, Субхану Ата-Аля, вот такое, «Если кто просит меня,» Аллах говорит, «Если те, которые просят прощения у меня, если которые каятся мне, эти слова Всевышнего Аллаха были бы, говорит, то есть мы знаем, есть хадис, известный хадис, который передает Абу-Хурейра, что Всевышний Аллах «Янзилю иляс-сама-ид-дуния», то есть те, кто табил делают, они говорят, что Аллах, Субхану Ата-Аля, отправляет ангелов на небеса этого мира, и они говорят, Аллах спрашивает у них, «Если среди моих рабов, то есть предрассветное время до утреннего азана, вот это время, которые просят у меня, есть ли люди, чтобы я им ответил, есть ли которые каятся, чтобы я им простил, спрашивает Всевышний Аллах». То есть если бы просто изучение ильма было бы достаточно, говорит, Всевышний Аллах так не говорил бы, говорит. Передается, что однажды, говорит, один джамаат, они рассказывали возле пророка, они рассказывали, Абдуллат и Абдуллат и Абдуллла, это сын Абдуллла, про него говорили, какой он хороший человек. Какой же он хороший человек, рассказывали, и пророк, Слею Аллаху Алиеву Саляму, это слушал. и он вместе с этим он был человеком который 아лимом был знающим шариат человеком был и пророк услышав их он говорит какой же он хороший был бы если он по ночам намаз сделал бы если ночью просыпался бы и намаз совершал бы вообще хороший человек он был бы То есть этот хадис, если бы просто, что он алим, асхаб, сын Умара, если бы просто быть алимом было бы достаточно, говорит, пророк, саллиллаху, вот эту похвалу не связал бы с тем, чтобы, если бы он ночью намазы совершал бы. То есть это не значит, что он не совершает, это побуждение к тому, что хороший человек, он бывает не только, когда он знает, когда он еще ночью просыпается и совершает вот этот намаз. И вообще Абдуллах, когда говорят, Аль-Аббад или Аталата, когда имя Абдуллаха упоминается, их три, говорит, бывают. Это Абдуллах и Абдуллах, Абдуллах и Абдуллах и Абдуллах и Зубайр, то есть трое Абдуллаха, вадим в салам. Ва каля алейхи саллату вассалям лираджалюн мин асхабихи, пророк, саллиллаху, алейхи вассаляма, говорит одному из своих сподвижников, Я фулян, говорит, о, какой-то, говорит, ля туксирин наума биллейль, ты, говорит, много, говорит, не спи много, говорит, то есть не увеличивай сон. Фа инна кастрата науми биллейль, множество, то есть чтобы человек много спал, по ночам, говорит, Она делает этого человека бедняком в судный день, говорит, то есть множество сна, а это обычно до утреннего, то, что человек спит. Даже вот это мгновение, он говорит, не делай так, чтобы ты до утра спал, говорит, чтобы ты просыпался ночью для совершения намаза тахаджуд. Дальше имам Газали говорит, рахимаху Аллах, айюхал валад, о, сынок, говорит, цитирует речь Всевышнего Аллаха, ауузу билляхи мин ащет ауни рожим, ва минал лейли фатахаджадби, выстаивай, Всевышний Аллах говорит, выстаивай ночные намазы, совершение ночных намазов. Амрун, это как бы повеление от Всевышнего Аллаха. Те, которые в предрассветное время просыпаются, истаются, и просят прощения у Всевышнего Аллаха, то есть шукру делают. То есть те, которые поминают Всевышнего Аллаха в предрассветное время, описывает Всевышний Аллах этих людей. Также посланник Аллаха говорит, есть, говорит, три звука, которые Аллах любит. Три голоса, говорит, есть, любимые для Всевышнего Аллаха. Какие же эти голоса? Саутуддик – это голос петуха. То есть то, что рано утром мы слышим, как петух кричит, вот этот голос Всевышний Аллах любим говорит. Голос человека, который читает Куран, Аллах, субхану ва Тааля, любит вот этот голос. Также Аллах, субхану ва Тааля, любит голос тех, которые в предрассветное время просят прощения у Всевышнего Аллаха. Вот эти голоса, говорит, Аллах, субхану ва Тааля, любит, говорит нам посланник Аллаха. Салаллаху алейху ас-саляму. Кала Суфьяну Таури, рахима Аллах, Суфьяну Таури, говорит, инн Аллаха Тааля, халака рихан, Всевышний Аллах, говорит, создал ветер, говорит, тахубу вақтал асхар, который дует именно предрассветное время. Вот предрассветное время есть ветер, который Аллах создал, который дует. этот ветер, он как бы приносит, приводит истегфары, прощения, которые в это время человек, в предрассветное время, которое человек говорил, астагфируллах, субхану Аллах, аль-хамдуллах, который поминал адкары и истегфары, этот ветер приносит, говорит, к Всевышному Аллаху, субхану ва Тааля. Вот такое ценное это время, время, предрассветное время. вақалай айдан, так же, Суфьяну Саури, рахимаху Аллах, говорит, ида кана аувалу лейли, когда бывает начало ночи, то есть ночь делится на три, бывает начало ночи, середина ночи и до утреннего азана. ида кана аувалу лейли, когда бывает начало ночи, юнады мунадын, взывающий, говорит, взывай, то есть ангел, маляйка, говорит, взывай, мин тахтил арши из под арша. И что говорит? Этот ангел говорит, аля ли якумил абидун, пусть, говорит, просыпаются аль-абидун, те, которые поклоняются Всевышнему Аллаху. Абиды, говорит, пусть поклоняются. После этого голоса просыпаются абиды, люди, которые поклоняются Аллаху, они просыпаются и начинают совершать ночное поклонение, дать столько, сколько Аллах пожелает. Есть такие люди, говорит. Чтобы мы знали, это Суфьяна Таурия это приводит, как бы нам говорят, что есть такие люди, три разного уровня людей есть. И также, пока следующий уровень скажу, говорят, вот, Тафсир Кур'ана, да, некоторые муфассиры, некоторые алимы толкуют аят Всевышнего Аллаха, вот этот аят, Прямой смысл такой, что Аллах Субхануа Таурия дает мульк, то есть имущество, богатство, правление дает, кому захочет и у кого захочет, Аллах забирает это все. Некоторые муфассиры толкуют этот аят и говорят, этот аят означает, говорят, Аллах дает людям просыпаться по ночам, кому он захочет, а кому захочет, они этого не могут сделать, говорит. И дальше он говорит, И те, кто лишены вот этого, кто лишен от того, чтобы он мог просыпаться ночью, говорит, Фалиябки Алейхи, говорит, оплакивайте такого человека, плачьте, говорит, над ним, потому что у него забрали все самое лучшее, что есть в этом Дуняле, если человек не может просыпаться по ночам и совершать намаз. Такое интересное толкование, вот это аят сделали некоторые ученые. После этого опять бывает зов в середине ночи. Этот зов говорит, то есть ангел из-под арша, он говорит, Он говорит, просыпайтесь, те, которые занимаются богослужением, то есть, которые постоянствуют над Рибадатом, вы просыпаетесь, говорит, они встают и совершают намаз до утреннего азана. А теперь, когда приближается время предрассветного времени, Юнадий Мунадин, снова этот зов ангела, он говорит, Просыпайтесь, те, которые каятся Всевышнему Аллаху, которые просят прощения у Всевышнего Аллаха, которые поминают Аллаха. Они будут просыпаться и будут просить прощения у Всевышнего Аллаха. А теперь, когда наступает время утреннего азана, время утреннего азана, Нада Мунадин снова этот зов будет взывать Теперь на утренний азан этот голос говорит, Просыпайтесь, говорит, забывшие Всевышнего Аллаха люди, люди, которые в забвении. Просыпайтесь, говорят, люди, которые в забвении. Они говорят, проснутся, будут просыпаться из своих постелей. Как подобно мертвым людям, которые воскресят из их могил, вот так, говорят, они будут просыпаться. То есть тяжело будут просыпаться те, которые самые последние ангелы взывают. Пусть Аллах нас сделает хотя бы из последних. Дальше Имам Газали Рахима Аллах говорит, Айюха الولад, о сынок говорит, Ру'я фи васая Лукман الحаким либнии, Аннаху قال, Увидели, говорит, в завишеньях Лукмана, Лукман الحакима, который он сделал своему сыну, Аннаху قال, то что он говорит, Лукман الحаким своему сыну говорит, Я Бунайя говорит, О сынок, Ла якунан над дико Акья саминк Пускай, говорит, не будет, Петух говорит, пускай не будет, умнее тебя, говорит. Юнади бель Асхари ва анта наим Он взывает, говорит, предрассветное время, когда ты, говорит, спишь. То есть взывание Петуха, это имеется в виду, Таспех читает этот Петух. Он в это время читает Таспех Всевышнему Аллаху, когда ты, говорит, еще спишь, ты не будь, как бы, будь умнее, чем этот Петух, он хочет сказать. Ну, если спросить, животные тоже, что ли, поминают Всевышнего Аллаха, на самом деле, все сущее, все творение Всевышнего Аллаха, оно поминает всегда Всевышнего Аллаха. Субхану ва Таалли. Все, что на небесах и на земле они поминают Всевышнего Аллаха. Теперь такие интересные байты приводят, говорят, это байты, то, что Челамаджнуна, то есть сумасшедшего, который был сильно влюблен в свою супругу, не супругу, в девушку, да, Лайлу, говорят, это именно его слова, но они, здесь имам Газали, Рахима Аллах, его приводит для нас, чтобы это было для нас, как бы по отношению к Всевышнему Аллаху. И он говорит, эти стихи, таким образом они звучат, иногда говорит, то есть, не иногда, точнее, дают, издают голоса, говорит, в поздную ночью голубь, говорит, на деревьях, на ветках, издают голоса, говорит, вместе с тем, что когда я сплю, животный, голубь, говорит, издает вот эти голоса. говорит, говорит, я лжец, говорит, то есть, я лжец, когда я говорю, что я люблю Всевышнего Аллаха, я, как говорится, моя цель только Всевышний Аллах, когда человек говорит, он лжет, говорит, то есть, он про себя говорит, я лгу, если бы я сильно любил бы Аллаха, и желал бы Аллаха, и желал бы Аллаха, ляма саба катни бильбука и Утверждаю ли я, говорю ли я, что я безумно влюблен, как бы пылаю страсти по отношению к Всевышнему Аллаху? Так ли я говорю? Вместе с тем, что я не плачу, когда животные, говорят, плачут. Такие интересные слова он приводит, признавая свою немощь и свою неискренность по отношению к Всевышнему Аллаху. Дальше, продолжая, имам Газалю, рахмаху Аллах, говорит, «Айюхал валад, ос сынок, говорит, хуласату ль-илми, то есть итог ль-илма знания, говорит, анта'алама, чтобы ты знал, анта'алама, аннат-а'ату, валь-ибадата махия». Итог ль-илма, говорит, чтобы ты знал, что такое поклонение Всевышнему Аллаху. Вот, говорит, ль-илму, для чего изучают. Ль-илму не изучают для того, чтобы, изучив его, сказать «я знаю». Ль-илму изучают, чтобы узнать, как правильно намаз делать, чтобы потом в судном деле тебе не сказали, у тебя ни один намаз не считается, ты неправильно его делал. Чтобы такую ошибку ты не допускал, чтобы ты на том свете не был среди убыточных людей, изучают ль-илму для этого, говорит. Итог ль-илям говорит, имам Газали, аннат-а'ата, валь-ибадата, поклонение мутаба'ату шари'и фил-авамири ван-навахи, бил-каули валь-фи'ли. Поклонение, оно бывает в следовании за шари'атом, в повелениях, запретах, в том, что нужно сказать или же сделать. То есть, все, что нужно сказать, сделать, или все, что нужно оставить от совершения, или же оставить от действия чего-либо. Это все, якуну бихтида и шари'и, оно бывает в следовании только за шари'атом. Подобно тому, как лаусумта яумаил ль-ид, ва айяма ташри'х, такуну асиян, например, если ты будешь человеком, который постится в ль-ид, в дни, то есть ураза байрам, да, если в этот день ты будешь поститься, в айяма ташри'х и в последующие дни, да, три, такуну асиян, ты же грешником получаешься, вместе с тем, что мы знаем, пост – хорошая вещь, но следовать нужно за шари'атом. Даже пост был один, когда его нельзя держать. Или же, например, ты совершаешь намаз одежды, которую ты забрал у кого-то. Или же в одежде, одевать, которую тебе запрещено. Если даже внешне ты похож на человека, который совершает ибадат, поклонение, то ты, говорит, человек, который совершает грех, грешишь, говорит. То есть все, что мы делаем, оно должно быть следованием за шари'атом. То, что не соответствует шари'ату, как бы это ни было в твоих глазах очень хорошим и правильным, оно недействительно. Дальше продолжает имам Газали, он говорит, Чтобы то, что ты говоришь и то, что ты делаешь, это должно соответствовать шари'ату. Потому что знание, исследование за этими знаниями, потому что знание, исследование за этими знаниями, если оно не будет в следовании за шари'атом, то это заблуждение. Это заблуждение. Также тебе подобает не обманываться какими-то состояниями, какими-то ошибками, которые допускает суфия, имеется в виду люди из суфа, люди, которые называют себя суфистами. Потому что истинные суфисты, которые себя называют суфиями, он говорит, ихний путь – это муджахада, это война со своим нафсом. Они внешние какие-то состояния, которые они показывают другим, дабы они казались такими хорошими людьми. Также истинные суфии, ихняя цель – это перебороть свои страсти. Над этим они борются, говорят. И также сломать, отрезать свои страсти, убрать свои страсти мечом риялдата, то есть мечом постоянства, обучения этого нафса. Но никак не вот этими пустяками, вот этими состояниями, которые некоторые люди играют, из так себя приписывающих к суфистам. Дальше продолжая, он говорит, Ты знаешь, что язык, распущенный язык, также закрытое сердце, это сердце, которое заполнено забвением и страстями, это является признак печали этого человека. То есть признак того, что это сердце, оно умирает. Это сердце будет умирать до тех пор, пока ты не начнешь воевать, сражаться против своего нафса, против эго, то есть искренне, пока ты не начнешь с ней сражаться. Твое сердце, если ты это не будешь делать, твое сердце не оживится, не проснется светом познания. То есть нужно через вот это пройти. Теперь продолжает имам Газали, он говорит, Ты знаешь, что некоторые вопросы, которые ты меня спрашиваешь, этому ученику он говорит, Я не могу вот так взять и просто ответить. То есть есть некоторые вопросы, которые ты мне задаешь, я вот так написать ответ не могу. Если ты сам дойдешь на этот уровень, то ты сам узнаешь, что это ответ. Если ты сам поднимешься по этой степени, то ты узнаешь, говорит, ответ на это. А если же твое состояние, то есть это внутреннее, если это состояние твое не поднимется, то узнать эти ответы, оно невозможно, говорит. То есть есть такие вопросы в шариате, которые человек не может их понять. То есть может понять, если он свое сердце для этого откроет. И теперь он говорит, Потому что эти некоторые вопросы, это то, что человек должен вкусить. Когда он сам вкусит его, он потом поймет, говорит. И каждое из того, что бывает, из того, что человек вкусит, это невозможно его описать. Бывают чувствительные вещи, и их невозможно описать. Это человек сам должен попробовать, только после этого он может понять, что это такое. И теперь такие примеры он для этого приведет. Камахукия, как, например, если да, рассказать. Спросил один импотент у своего друга, какое наслаждение человек получает от совокупления. И этот друг отвечает этому человеку и говорит, Я фулян, говорит. О, тот-то, говорит, то есть имя. Я, говорит, думал, что ты всего лишь импотент, да? Я, говорю, так думал. А сейчас, говорит, Теперь я понял, что ты импотент, и еще тупой тоже, говорит. Потому что вот это наслаждение, это человек чувство должен, говорит. Это не то, что человеку можно просто рассказать. Если ты у тебя когда-нибудь вылечишься и женишься, ты это поймешь, говорит. А если же не вылечишься, Это невозможно написать, какой человек получает наслаждение. Такое, говорит, не пищица, говорит. Также это подобно, например, меду. Человек никогда в жизни сладкое не ел. Никогда в жизни. Даже подобное не ел. И теперь он спрашивает, какой вкус у меда? Ему невозможно объяснить. Мы можем объяснить хотя бы, как сахар. Человек сахар тоже не пробовал. Там плитка. Ничего не пробовал и сладкого. Невозможно ему объяснить. Бывают вещи, которые нужно вкусить. После того, как он вкусил, он тогда начнет понимать. Истина вот этих слов. Поэтому Мамхазали отвечает своему ученику. Он говорит, не все, что ты мне пишешь, я могу просто написать. Нужно, чтобы ты сам с борьбой со своим навсом достиг этого уровня. Потом ты это сам поймешь, говорит. Мы, наверное, на этом завершим наш урок, дабы не удлинять. Ахмду лиллайху раби лааламин. Ахмду лиллайху раби лааламин.